После обзора на Asus PhonePad 8 я поняла, что размер все-таки не главное. Правильный дизайн корпуса легко снимает вопрос масштаба и переводит его в плоскость удобства. Теперь размеры таблеток меня не смущают вообще, зато буду придираться к эргономике и дизайну. Asus PhonePad 7 это прежде всего отличная сборка. Вообще к Asus у меня по этому поводу вопросов пока не возникало, поэтому за сборку пятерка. Пальцы не скользят по пластику задней панели, таблет не уроните. К тому же плавные линии и скошенные грани таблета хорошо ложатся в ладонь, тонкая рамка вокруг дисплея нетипична для планшетов и этим приближает гаджет к смартфону, чего мы от него и ожидали. Модель PhonePad с 7-дюймовым дисплеем на мой взгляд золотая середина. Размеры экрана позволяют полноценно использовать его мультимедийные возможности, но и при этом он не такой громоздкий, как PhonePad 8. В Asus мне всегда было непонятно расположение кнопок на боковой панели или на задней, я не могу нажать их когда держу PhonePad в руке, пальцы приходится выкручивать неестественным образом. В общем нельзя просто взять и нажать эти кнопки. Это решение мне непонятно и неудобно, но они зачем-то это сделали и продолжают это делать в каждой новой модели. Я решила выяснить, может я чего-то не понимаю? И да, оказалось, что все наоборот. Внимание, не тратьте свои нервы и не стройте из себя юзера с претензией. Кнопки выключения и регулировки громкости находятся в этом труднодоступном месте для того, чтобы вы случайно их не нажимали. Вот так вот. На дисплее остаются следы от пальцев. Но мне кажется, что это неизбежно в большей или меньшей степени. Важнее то, какое дает изображение этот экран. Емкостный дисплей с разрешением 1280x800 пикселей IPS матрицей дает красочное изображение с приятной цветопередачей. 213 пикселей на дюйм это, наверное, уже перешло в категорию слабовато. При 7-дюймовом-то дисплее изображение соответствует характеристикам и в общем-то его можно назвать хорошим. Просто мои требования выше. Широкие углы обзора – характерная черта девайсов от Asus. В меню быстрых настроек спрятана полоса регулировки яркости. Попробуйте и авторежим и ручную настройку, чтобы понять, как вам будет удобнее. Я всегда выбираю механику. Даже предельного уровня яркости экрана не хватит, чтобы под солнцем изображение оставалось таким же комфортным для глаз. Наверное, производители очень пекутся о нашем зрении. Кстати, здесь предусмотрен режим чтения, причем отдельно для серфинга в нете и для чтения литературы. Теплый оттенок и смягченная яркость даже создают какое-то ощущение уюта. Не забывайте переходить в этот режим и следите за этим, если таблетом пользуются дети. Напряжение от яркого света экрана практически не ощутимо для глаз, но лучше сразу завести себе эту хорошую привычку, чем потом бороться с последствиями. Дисплей нормальной чувствительности поддерживает функцию мультитач до 10 касаний. Он хладнокровно справляется с ресурсоемкими Real Racing 3 и Asphalt. Хладнокровно почему? Потому что он практически не греется. Пока гоняла, обратила внимание на звук. Объемный будет громко сказано, но два динамика на передней панели претендуют на это. Звук здесь такой, что можно смотреть видео или слушать музыку вместе с кем-то. Видео, кстати, можете выбирать в Full HD, у меня все было плавно красиво. За отзывчивость веб-сайтов и скорость выполнения мультимедийных задач отвечает четырехъядерный процессор от Intel Atom. С одним гигабайком оперативки вроде бы справлялся. Операционная система Android 4.4 одета в специальную программную оболочку от Asus. PhonePad предполагает, что часто мы будем держать девайс горизонтально. Этому уделили внимание и адаптировали интерфейс. Поэтому сразу с непривычки немного теряешься. Что-то красивее и удобнее работает в альбомной ориентации, что-то в книжной. Сервисы от специальной оболочки Asus призваны фиксировать, хранить, менеджерить и делиться информацией и событиями из вашей жизни. Здесь стоит стандартный набор для семейства Asus'ов. What's next для планов, Do it later для того, чтобы ничего не забыть, Web storage для хранения и мобильного доступа к информации. Камеры этого PhonePad особо не удивят. Основная почти на 2 Мп, фронтальная меньше единицы, но этого вполне хватит для видеосвязи. Зато порадует большой выбор опций и настроек съемки. Одни позволяют выжать максимум по качеству, другие для стилизации и фана. Хранить файлы можно на встроенной карте памяти. У меня на 4 ГБ может быть комплектация на 8 и 16 ГБ. Можно поставить дополнительную карту microSD. PhonePad может работать с двумя сим-картами, но я использовала одну. На практике он выдерживает день активного вебсерфинга без подзарядки. При этом были и разговоры, и музыка в дороге, но яркость экрана я регулировала, пытаясь на ней сэкономить. И вообще, этот PhonePad дает возможность здорово сэкономить, заменяя два девайса в одном корпусе. Оптимальный размер дает ему ту мобильность, которую мы ожидаем как от смартфона и тот экран, на котором будет удобно серфить и просматривать видео. Начинка, конечно, не ракета, но все предусмотренные для этой категории таблетов задачи он железно выполнит. Это надежная лошадка за хорошую цену, которой может быть и не суждено выиграть забег, но у нее есть все данные, чтобы стать надежным и верным спутником для своего хозяина. Это был интернет-магазин FUA. Подписывайтесь на наш канал и мы станем вашими верными спутниками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok